Вот они, ответы на вопросы. Поехали! Бигасты, а мне вот интересна тема голодания. Интересно получается, что раз поедая пищу, мы себя изнашиваем и не есть это вроде как круто, почему тогда анорексики и голодающие люди страдают и умирают? Ну не считая, конечно, тех, кто от ядов загибается. Всё это из-за отсутствия физнагрузок? В чём этот поворотный момент, когда голодание превращается в истощение? Есть ли кто-нибудь об этом писал? Да, писал. И вопрос очень крутой. И вот эти вот 52 человека, у меня для вас приятный сюрприз. Есть книжечка, ссылка в описании. Йохан Верден, поляк. Жизнь без еды. Обещаю, получите вот такое вот удовольствие. Просто, бля. Егор Кузнецов спрашивает. Рома, ты говорил, что делаешь осознанную зашлаковку водой с орехами, чтобы вода как можно дольше задерживалась в твоих мышцах? Так вот, когда конкретно её нужно пить? Во время тренировки или после неё? Поддержите, пожалуйста, лайком! Идеально выпить за час. И, соответственно, если вы занимаетесь в зале часа два, в принципе, эти два часа воду можно не пить вообще. Ну, либо пить в небольшом количестве для того, чтобы не мешать тренировке. Что касается приёма ореховой воды после тренировки, я рекомендую сделать это сразу же. И для того, чтобы усилить эффект, для того, чтобы дополнительно запустить вашу поджелудочную, я рекомендую добавить немножечко сладенького. То есть, пусть это будет такой аналог из спортивного мира гейнера. То есть, ореховая вода плюс любая фруктоза. Это может быть виноградный сахар, это может быть топинамбур, это может быть мёд, если вы мёд употребляете. И идеально будет после приёма этой ореховой воды после тренировки сразу же пойти и поваляться в сауне минут 15-20. Ваш организм, как сосуд, будет находиться в горизонтальном положении и дополнительная температура позволит этой влаге распределиться равномерно, быстро и хорошо. Вообще идеально будет, если вы эту ореховую воду перед употреблением нагреете до температуры своего тела. Это будет просто самое идеальное условие. То есть, за час до тренировки, во время тренировки необязательно, и после тренировки сразу же со сладеньким и поваляться в сауне. Егор Лапинский или Лапинский? Земля плоская! Рома-то ещё не рассказал. Ребят, никому не расскажете? Последняя информация? Она треугольная. Еба его друзья спрашивают вновь, чем питаться в армии и вообще что делать, если ты попал в такую ситуацию. Мы логически подразумеваем, что неплохо бы в эту ситуацию не попадать в принципе. Но на самом деле ничего страшного нет. Люди, которые были в армии, которые рассказывали о своём опыте пребывания в армии, говорят, что если, например, вы там вегетарианец или веган, проблем-то вообще нет. Обычно идёт борьба за получение дополнительного куска мяса. Что касается веганской, вегетарианской составляющей рациона, там с этим проблем нет. А если вы такой весь дофига сыроед и попали в эти нечеловеческие условия, я думаю, что за этот год полтора-два с вами ничего не случится. Вы без проблем там можете питаться 50 на 50 сырым-не-сырым и с вами ничего не случится. Серьёзно, люди, которые отслужили в армии, которые питались варёной пищей, а потом возвращались. Ничего такого. А учитывая то, с какой скоростью меняется время, и то, с какой скоростью информация становится доступной, я думаю, что в ближайшее время пребывание в армии, будучи официально заявив, что ты веган или вегетарианец, не доставит тебе серьёзных проблем. Ты просто говоришь, что тебе это не подходит. Более того, есть некоторые религиозные конфессии, которые вообще открыто говорят о том, что мы не едим мясо. Может быть, не всё, но какой-то конкретный не едим. Поэтому, в принципе, за всем на самом деле насрать. Если ты сам не будешь из этого проблему делать, то никто из этого проблему за тебя делать не будет. Такое ощущение, как будто в армии других проблем, кроме как что пожрать, нет. Богема, а почему, на твой взгляд, существует анорексия? Ребят, серьёзно, Йохан Верден. Андрей Ильич, может ли родиться ребёнок неедом? И если может, то в каком поколении неедов? Ребят, да хрен его знает. Но говорят, что, в принципе, рождение ребёнка нееда возможно только в том случае, если родители реально были неедами, и тогда ребёнок появляется на свет, то у него, в принципе, не возникает таких желаний, как поесть. Но конкретных примеров конкретных людей я не знаю. Всё, что я знаю, это то, что я прочитал, увидел, посмотрел на Ютубе или ещё в каких-нибудь ресурсах. То есть, в принципе, моя информация об этом не соответствует истине, в силу того, что сам я не столкнулся с этим опытом самостоятельно. Поэтому просто так об этом говорить не будем. Может, не может, какая нахер разница? Может, он не может. И Гудман 25.01 поддерживает вопрос про неедение. Почему неедение, чего не хватает с сыроедом? 22 человека заценило вообще, Стёп. Ну, я бы, наверное, перефразировал, наверное. Почему сыроедение, чего не хватает неедом? Петер Коко-Коко. На аватарке такой прикольный петушок. Как соблюдать гигиену, если в мыле содержатся животные жиры? Ну, ребят, есть мыло без животных жиров. Google it! 10 человек лайкнули. Вы чё, ребят, с луны, что ли? Сарказм, Майк. Зачем человеку, настолько хорошо понимающему систему, нужны деньги, серебряные кнопки и радостные возгласы окружающих на голый торс? Молодцы, 103 человека. Ребят, оценил, круто, супер. Найдите этот вопрос в описании под видео и почитайте комментарии, мне понравилось. Изабелла! Классная майка, где купил? А я в какой майке там был? Максвелл, как преодолеть психологическую ломку при переходе на сыроедение? Такое ощущение, как будто все остальные ломки уже утилизированы, осталась только одна психологическая. Ну, ребят, ну, если хотите реально рабочую технику, просыпайтесь каждое утро и зачитывайте этот вопрос. Прям себе, перед зеркалом. Через 10 дней напишите мне, помогло, нет? Олег, Ёлько, Рома, что ты думаешь о шоколаде? Горький. О, я о нем стараюсь не думать. Артем Толстокоров. И обычно это продолжается не более 300 лет. Про это подробнее, плиз. 49 человек. Вы все большие молодцы. 49 человек. Записывайте книжку. Шемшук. Как нам вернуть рай. Ссылочка в описании. Есть и аудиоформат, и есть и текстовый формат. Обещаю, получите удовольствие. Знакомство с информацией об этом в мою жизнь начало потихонечку попадать через эту книгу. Я ее много раз перечитывал. Очень клевая. Лиза интересуется, что ты думаешь по поводу соды? Стоит ли ее пить? Лечит ли она учения профессора Мимовакина и других? Хочется просто твоего мнения услышать. Просто твое мнение. Регалия Романа Милованова. Просто скажи нам, и мы будем знать. Просто, просто. Как бы, ну, так, просто. Ну, что касается соды, ребят, последнее, к чему я пришел. Последнее. Вот прям последнее, последнее. Самая свежая новость из полей. Как экстренная мера. Хорошо, хрен с ним. Но вообще не стоит. Степан Степан и еще 68 человек интересуются. Роман, как ты заработал первые деньги? И вообще, как ты относишься к деньгам и к их заработку? Отношусь нормально. Деньги помогают чувствовать себя несколько комфортнее в этом пространстве. А вообще, учитывая количество лайков, скорее всего, вам нужно какую-то такую готовую рабочую мантру. Запоминайте. Для того, чтобы перестать нуждаться в деньгах, вам нужно перестать о них говорить. Совсем. То есть, мы не имеем того, о чем говорим. Это работает как в одну, так и в другую сторону. Ну, просто попробуйте. Вы ведь так уж и не пробовали. Александр. Привет. Очень хочется узнать подробнее о теме плоской земли. Нет, ну я понимаю, сейчас на ютубе инфы завались, но интересно, что на данный момент знаешь ты. Уверен ли ты сейчас, что земля плоская, или все-таки еще сомневаешься? Сейчас, погодите. Не треугольная? А какая? Говорят, параллелепипед. Ну ты петросян вообще. Александр Атерова спрашивает. Атерова. Сильное истощение организма на адекватном питании. Может, оно не такое уж и адекватное, раз сильное истощение. Ну ладно. Вес упал 36, физическая энергия вроде бы есть, а вот морально заклевали. Занимаюсь йогой, хожу в зал в ожидании чуда, что масса хоть как-то вернется. Но налицо момент межличностных взаимоотношений. То есть проблема не в самих фруктах, не в питании, а в том, как мы в этом социуме существуем. И если это семья, то, скорее всего, проблемы с заклевыванием вас в мозг была еще до питания. Просто питание очень сильно обращает на себя внимание. Люди, которые питаются разной пищей, они не могут быть едины. Говорят, что слово еда образовано от слова единый. И люди, которые едят разную еду, не могут быть едины. Я почему-то склонен придерживаться этого мнения. Попробуйте поразмыслить вот в этом направлении. Переедание и ночное жорное СЕ. Чем оно вредное, как его одолеть? Такой комплексный вопрос, как будто из справочника. Ну, вы не пробовали ночью спать? Грибки и паразиты, естественно, в кишечнике их влияет на организм, как определить их наличие и прогнать. Говорят, есть приборы, которые помогают определить те или иные паразиты, но это такое. Гораздо проще использовать наблюдение. Если ты жрешь все подряд много, в больших количествах, очень больших, а при этом ты худой, а еще в дополнение к этому пахнешь хреново, изо рта кожа пахнет, то, скорее всего, в тебе кто-то есть точно. А для того, чтобы избавиться, все доступные способы. Я бы использовал вообще все, которые доступны, начиная от касторки, заканчивая самой-самой жесткой чисткой, чтобы просто это все из тебя вышло, и ты был чисто свободен. Поэтому наблюдайте за собой. Это же элементарно. Возможно ли эти три фактора являются причинно-следственными? 56 человек. Артур, у меня такой вопрос. Как с помощью питания можно избавиться от седины, если это возможно? Какие материалы можно изучить по данному вопросу? Если это важно, мне 29 лет, полтора года не ем мясо. Артур, а седина у вас появилась после того, как вы перестали есть мясо? Просто, просто уточняю. What the ass? Роман, привет. Есть вопрос. Как ты подбираешь систему питания, в зависимости от нужности определенных веществ? Или просто увидел, захотел, съел? Да, да, да. Я об этом на последних семинарах постоянно говорю. Ребят, концепция микроэлементов, белков, каких-то питательных веществ, калорийности, все это просто трещит по швам. Ну, верите? Пожалуйста. Я не верю. Поэтому подход к питанию очень простой. Только для ума. Юлия, здравствуйте. Меня интересует вопрос о выборе правильных продуктов. Как выбирать? Я просто не уверен, что у нас в городе есть чистые продукты. В крупных магазинах логично, что напичканные всякими бяками. В ларьках? Не уверена. На базе? Но нет. А бабушки цены гнут нереально. Своего города нет. Просто такое вообще. Такое ощущение, как будто вот вы сознание открыли, табурником загнали и закрыли. И все это в комментарии попало. Но если как-то попытаться все это оформить в виде вопроса, что вообще делать со всеми этими химозными продуктами, которые приходится есть? Да? Я правильно понял вопрос? Вот это видео посмотрите. Кликай. Оно откроется. Потом нажмешь на паузу. И продолжишь смотреть это видео. А то потом будет открыто. Ну, понял, да? Данил Якимов. Привет, очень интересная тема псориаза. Где потом можно почитать? БУ-ТА-КО-ВА. Две лекции. Двенадцать константы. Вторая лекция, по-моему, так и называется. Кожа. В описании. Смотрим. Понравится, обещаю. Роман спрашивает. Роман спрашивает. Освятите ему, по какому принципу ты строишь свои тренировки, на какие книги опираешься, что лежит в основе тренировок? Блин, ну быстро не расскажешь. Я прямо сейчас готовлю видеокурс. Если интересно, потом посмотрите. Ребята, понравилось, лайк, не понравилось, дизлайк, новые вопросы, пишите в комментариях. Будем снимать дальше. Баба. При прочтении вопросов, которые здесь задаются, создаётся впечатление, будто многие заинтересованы не в получении информации, а в том, кому лучше удастся скопировать Рому. Настя, чё зафигня?